Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы попытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Сегодня мой собеседник в студии вновь – митрополит Омский Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте! Здравствуйте, Виталий! Рад вас видеть снова. Взаимно, Владыка, рад вас видеть. Наступают майские праздники. Мир, труд, май. Как вы к ним относитесь? И вообще, позволительно ли человеку, верующему православному, как вот часто было в Советском Союзе ходить на какие-то митинги, маевки, демонстрации? Насколько это уместно? Ну, что касается майских праздников, для меня есть один майский праздник – это Светлое Христово Воскресенье, которое является праздником праздников, который даже День Победы, который мы все с таким благоговением и трепетом празднуем, он является частью праздника Святой Пасхи в моем, по крайней мере, понимании и сознании, потому что первым зло победил Господь наш Иисус Христос. И только поскольку Христос растерзал зло, стала возможна победа над злом в этом мире и в каких-то частных проявлениях этого зла, в том числе и зла, которое предстало перед человечеством в образе фашизма, которое было побеждено. Причем и День Победы пришелся в том 45-м году как раз на празднование Святой Пасхи. И поэтому тогда верующие люди, воспевая Христос в воскресе из мертвых, праздновали победу Христа как над смертью, как над злом духовным в его изначальном проявлении, так и в частных проявлениях этого зла в образе фашизма. Поэтому праздник Пасхи. Вот он, подлинный праздник весны. Что же касается других каких-то праздников, которые воспринимаются в настоящее время как светские праздники, когда-то они воспринимались как революционные праздники, как первомайский праздник. Здесь вопрос, он не столь однозначный, как может это показаться. С одной стороны, те лозунги, которые выдвигаются в день этого праздника, первомая, по крайней мере, в советские времена всегда они выдвигались, и в настоящее время иногда по инерции все-таки их хоть кто-то, но вспоминает. Это мир, труд. Майев. Казалось бы, ну, все благопристойно, и то, к чему всегда и призывает церковь. Что же касается, стоит ли вообще человеку принимать участие в маевках, в демонстрациях. Так вот, мы часто, когда задаемся такими вопросами, мы иногда озадачены больше внешним. То есть, стоит ли что-то делать или что-то не делать, а не ставим вопрос, зачем это нужно делать или не нужно делать. Поэтому вопрос не в том, что надо ли ходить на демонстрации, а вопрос, зачем я иду на демонстрацию. Каждый, наверное, на эту демонстрацию и исторически, вот в прежние эпохи, и в настоящее время идет по разным причинам. Вот, было какое-то время, когда на демонстрации выходил, например, рабочий лед для того, чтобы, ну, продемонстрировать некую свою солидарность в борьбе за свои какие-то права, которые, вот, скажем, рабочие считали, что они ущемляются. Ну, праздник так и назывался, Международный день в солидарности трудящихся. Да, и поэтому, когда, скажем, вот, было слабое социальное какое-то обеспечение, все, и рабочие выходили, чтобы заявить свои какие-то определенные права. Здесь, понятно, какая-то цель, и, понятно, мотивация тех людей, которые идут на демонстрацию. Само слово даже демонстрация, хотя там некоторые словоплеты видят тут некое слово демон, якобы присутствующий, на самом слове тут демос народ, вот, или демонстрация – это, скорее всего, наверное, демонстрирование чего-то, то есть показывание чего-то. Так вот, то есть что-то человек демонстрирует. Так вот, что мы демонстрируем, когда мы идем? Кто-то демонстрирует свои достижения. Но опять, для чего он это делает? Если человек это делает для тщеславия, для того, чтобы похвалиться, то это греховно. А если человек делится своим опытом с другими, что вот мы достигли того-то, того-то, вот посмотрите, как у нас все хорошо, поступайте вы так же, как, например, в Москве была в свое время, она и сейчас есть, хотя функционально она сейчас используется, другая, например, выставка достижений народного хозяйства, так называемая ВДНХ. Там передовые производства Советского Союза выставляли какие-то свои труды своих производств, сельскохозяйственной деятельностью, чтобы другие, приезжая на эту выставку, посмотрели и переняли какой-то опыт. Поэтому, если мы демонстрируем для того, чтобы поделиться опытом, для того, чтобы кому-то принести пользу, это одно. Если мы это делаем ради тщеславия, чтобы перед другими похвастаться, то это проявление гордыни, то это уже нехорошо. Некоторые рассматривают демонстрацию как некую такую прогулку праздничную. Ну, слишком уж часто человека заедают в будни, мы возвращаемся с работы, сразу оказываемся в семье, где нужно, скажем, готовить обед, нужно делать уборку в нашем помещении, нужно воспитывать детей. То есть каждый день вроде бы одно-одно и то же, но вот наступают какие-то дни вроде бы праздничные. И поскольку в настоящее время не очень много людей, которые живут полнотой церковной жизни, где вот четко все, вот этот ритм установлен, смена будничных, праздничных дней, когда мы постимся и воздерживаемся в пище, и когда благословляется на трапезе, вот какой-то изобилие явст и так далее. Тут вот люди, оторвавшиеся от церковной традиции, они оказались, ну, как бы в такой слишком уж постной, однородной вот жизненной каше. И хочется кому-то из этой каши вырваться. И вот тут такие праздники, когда все вышли на улицу, все нарядные, все поют песни, у кого-то в руках шарики, транспаранты, поэтому кто-то это рассматривает как некую такую праздничную прогулку, некий выход в люди, в народы. Поэтому позволительно или не позволительно, тут каждый уже должен посмотреть. А для чего я это делаю? И, скажем, отдохнуть иногда, ну, полезно человеку, не только нужно работать. Если человек идет для того, чтобы поделиться с другими какими-то своими достижениями, тоже это неплохо сделать. Если человек выходит для того, чтобы заявить о каких-то своих правах, которые у него ущемляются, ну, тоже можно понять этого человека. Но если у человека какие-то злые цели, либо греховные цели, которые питают страсти этого человека, в том числе его гордыню, тщеславие, либо что-то другое, то тогда этому человеку не стоит принимать участие в таких вещах. Я говорю сейчас в целом о людях, у церковного человека, у человека церкви, у него, скажем, нет дефицита проявления самого себя по сравнению с человеком, вот не церковным. Потому что я уже сказал, что верующий человек живет в неком таком определенном ритме смены праздничных дней, будничных дней. Причем праздники в церковном отношении, они разных степеней бывают праздники. Есть вот просто будничный день, есть праздник самый маленький, так сказать. Ну, я не буду сейчас наших телезрителей там тонкостями загружать, так называемый шестеричный, там есть праздник, так он называется, потому что за богослужением там поется шесть определенных песнопений, поэтому этот вот праздник так называется. Чуть повыше праздник, это праздник с великим словословием, еще выше, еще праздничный день, это праздник полиелейный, так называемый, когда за богослужением зажигаются все светильники, вот, это показатель праздничности праздника. Ну и, наконец, есть великие праздники. К этим великим праздникам относятся такие, как Рождество Христово, Преображение, Успение Божией Матери. Ну и праздник праздником, и торжество торжеств, это Пасха Христова, которая является праздником всех праздников. Поэтому человек живет вот в ритме этих праздников, и человек, посещая богослужения, участвуя в каких-то соборных молитвах, в крестных ходах и прочих, вот, он вот как бы себя реализует вот там, где не может неверующий человек себя в этом реализовать, поэтому ему нужен какой-то другой иногда выхлоп. Иногда сравнивают крестные ходы и демонстрации. Многие считают, что крестный ход прообразом. Не одно ли это тоже, вот, на самом деле это не одно и то же, знаете, как иногда дьявола, кто-то из философов, я сейчас не помню по памяти, кто назвал обезьяной Бога. То есть дьявол, он ничего не изобретает, вот, а он как бы вот парагирует Бога, но выворачивая все наизнанку, извращая все Богом сданное. Также и люди, ведь атеизм, это не позитивное какое-то вот такое течение. Атеизм, само даже название этого, атеизм, то есть отрицающий теос Бога. Вот, если нет Бога, то и нечего отрицать, так сказать. Поэтому без религии атеизм тоже исчезает, если вдруг исчезает религия. Вот, и атеизм, по сути дела, может паразитировать только на религии при ее наличии. То же самое и вот это. Скажем, есть крестные ходы. Когда люди отпадают от Бога, а все равно потребность в чем-то таком-то остается, ну, возникает некий суррогат, некая имитация, некая бутафория вот подлинной жизни, вот, которая вот таким образом проявляется. Когда вместо икон появляются какие-то портреты различных земных лидеров и каких-то определенных руководителей, когда вместо хоругви появляются флаги и знамена, когда вместо крестных ходов какие-то другие шествия, когда вместо молитвенных собраний появляются какие-то митинги, партсобрания и так далее. Вот, но это все вот некая пародия или некая такая имитация. И между ними разница такая же, как же между живым цветком, например, и бумажным там, или восковым цветком. Вот, почему церковь, например, не рекомендует даже на кладбище там вот приносить какие-то искусственные венки, хотя многие это делают, вот, лучше принести живой цветок. Некоторые говорят, ну, он быстро завянь, но это живой цветок, так сказать, посадить что-то летом можно на могилке. А когда тащат вот этот суррогат, это все свидетельство некой ненастоящности, ложности, подложности. Вот, поэтому, вот, крестный ход что такое? Крестный ход это молитва, это продолжение богослужения, которое выходит за стены храма, когда мы идем с молитвой для того, чтобы осветить город словами молитвословия, которые при крестном ходе возвещаются. То есть, это некое позитивное действие. Вот, тогда, когда нет какого-то вот сакрального содержания в каких-то шествиях, то остается у них значимость только какая-то такая вот прагматическая, о которой я сказал, заявить о своих правах, там, продемонстрировать свои достижения, там, или еще что-то. То есть, значимость прагматическая демонстрация, она совершенно другая и совершенно ничтожная по сравнению с крестными ходами, которые не утратили свои духовные значимости. Ну, наши люди в России, они обычно практичны и с давних времен используют майские праздники еще и для того, чтобы вот восполнить, так сказать, тот пробел в плане того, что вот весенний день год кормит, выезжает на дачные участки, занимает своим огородом. Насколько в этом году это уместно с учетом того, что 2 мая это величайший праздник всех христиан, Пасха, Светлой Христовой Светлой Христовой Светлии? Ну, я думаю, только человек совершенно безумный либо совершенно такой уже безбожный в праздник Святой Пасхи предпочтет вместо того, чтобы идти в Храм Божий пойдет копать свой огород или все, и будет надеяться, что это вот пасхальное копание огорода будет кормить его целый год. Нет, Господь не благословит эти труды, они пойдут на смарку. Другое дело, что майские праздники ведь не один день у нас празднуется, это целый вот период определенный, вот, там первомайские праздники сменяются праздниками в честь Дня Победы, вот, и поэтому, конечно же, в первую очередь, когда пасхальные дни совпадают с пасхальными днями, у нас появляется уникальная возможность быть на всех пасхальных богослужениях в эти дни. В другие годы многие не имеют такой возможности, но сама Пасха, как чаще всего, вернее, не чаще, а всегда бывает в воскресенье, поэтому тут всегда выходной день, и поэтому все бывают, могут желающие быть на богослужении, а ведь вот дальше начинается пасхальная неделя, пасхальные седмицы, и большинство людей либо работают, либо учатся, и не имеют возможности на богослужениях пасхальных бывать, которые всю неделю продолжаются. Тут уникальная возможность, можно бывать не только в день Пасхи, но и в последующие дни на всех богослужениях, как утренних, так и вечерних. Тем более, что на этот вот период приходится и 6 мая, это память Георгия Победоносца, которому мы обязаны нашей победой, и так далее. Поэтому это одно. Второе, на пасхальной неделе, я думаю, не грех кому-то заняться и своим огородом, если другого времени не будет, но лучше будет, если с утра человек сходит на пасхальную службу, вот, а пасхальная служба, она очень динамичная, очень быстрая, на одном дыхании и быстро проходит. И очень радостная. Это не великопостные, такие долгие-долгие службы, когда там человек большую часть дня, может быть, даже в храме находится при совершении богослужения. Это, во-первых, быстро, во-вторых, очень торжественно, радостно, динамично, и поэтому утром сходил на службу, потом целый день, пожалуйста, в твоем распоряжении, когда человек может заняться своим приусадебным участком, своей дачей, своим огородом. Вот, это, я думаю, не возбраняется. Поэтому я бы не рекомендовал никому заниматься трудом в сам день Светлого Христового Воскресения, потому что заранее говорю, что не будут такие труды Богом благословены и не принесут никаких положительных результатов. Вот, а что касается других дней, не в ущерб молитве, не в ущерб богослужению, я думаю, что не грех где-то и потрудиться. В этом году храмы на Пасху будут работать в обычном режиме? Да, слава Богу, в нашей стране ситуация эпидемиологическая в данный период в разы лучше, чем в прошлом году, поэтому храмы все открыты для всех верующих, совершаются богослужения в обычном порядке. Мы не должны забывать, что все-таки, если поглядим на Западную Европу и возвращающихся оттуда каких-то там туристов, которые все-таки рискнули в эти дни там побывать, о том, что там пока еще эпидемия не идет на спад, а находится на каком-то своем подъеме, поэтому все равно нужно сохранить какие-то меры предосторожности, надо не забывать и про масочки, и не забывать про средства гигиены, поэтому рано полностью забывать о эпидемии, которая была, но тем не менее в этом году мы спокойно уже проводим все богослужения, вот, и всех храмы Божии ждут желающих. Ну, празднику праздников и торжествуюсь торжеств предшествуют величайшему празднику Пасхи, предшествуют дни, которые тоже называют словом «великий». Практически каждый день Страстной Седмицы называется, не практически, а каждый день Страстной Седмицы называется «великим». Вот нам еще предстоит пережить «великую пятницу», «великую субботу», «великий четверг» вот недавно прошел. Почему «великий»? Весь «великий пост», который тоже «великий», мы готовили себя к светлому Христову воскресенью. Каким образом? Обращая свое внимание на свою духовную жизнь, приводя ее в порядок. На днях я разговаривал с одним своим собратом, священнослужителем, он сказал, вот, мне кажется, что Страстная Седмица отличается от всего Великого Поста чем? Тем, что весь Великий Пост мы были обращены на самих себя, а на Страстной Седмице мы все наши взоры и помыслы обращаем на Христа, который в эти дни приходит ради нас распясться, пострадать, умереть, быть погребенным, победить смерть своей смертью. И поэтому действительно каждый день Страстной Седмицы является великим по своей значимости, потому что каждый день спасителен для каждого из нас. И особенно последние дни Страстной Седмицы, когда в Великий Четверг мы воспоминали Тайную Вечерю Христову, на котором Христос установил Таинство Причащения, и большинство из нас, верующих людей, в этот день причащалось Святых Христовых Таин, были участниками этой Тайной Вечери Христовой. Уже в четверг вечером во всех храмах читались 12 отрывков из Евангелия, повествующих о страданиях Иисуса Христа, и мы шаг за шагом мысленно шли за Иисусом Христом, который ради нас терпит вот эти вот свои страдания и голговскую смерть. Наконец, Великая Пятница, это день смерти, крестной смерти Христа Спасителя, день самой строгого поста во всем церковном году. По церковному уставу в этот день вообще ничего не разрешается ни есть, ни петь. Даже литургия в этот день не совершается, а совершаются особые службы, царские часы так называемые, потом в середине дня совершается вечерняя, на которой выносится для нашего поклонения святая плащаница, полотно, на котором изображен Иисус Христос, лежащий во гробе, бездыханное его тело, и мы поклоняемся этой святой плащанице, а вернее перед святой плащаницей поклоняемся самой вольной ради нас смерти за нас Христа Спасителя, потому что из гроба Христова нам вечная жизнь воссияла. Ну и, конечно же, служба Великой Субботы, опять это Суббота Великая, где мы снова совершаем богослужение перед святой плащаницей, но уже предвкушаем радость Светлого Христова Воскресения. Ну и уже Великую Субботу народ начинает идти в храмы со своими куличами, пасхальными, другими трапезами, для того, чтобы не сразу осветив их, придя домой их съесть. Оставляется это все до Пасхи для того, чтобы после пасхального богослужения разговеться освященной пищей, приобщиться таким образом к празднику Пасхи. Поэтому, действительно, каждый день это день спасительный и трогательный для нас, и поэтому каждый верующий человек в Страстную Седмицу должен заниматься не только домашними приготовлениями к Пасхе, потому что слишком часто многие хозяйки слишком заняты выпечкой куличей, крошением яиц, уборкой домашних помещений, и вроде бы все это они делают в преддверии Пасхи, но забывают о самом главном, о Христе, который в эти дни за нас распинается, за нас погребается. Нужно обязательно в храмах быть в эти дни, и обязательно даже тот, кто не имеет возможности побывать на богослужении, в Великую Пятницу либо Великую Субботу, прийти в храм, чтобы поклониться Святой Плащанице, Господу, который ради нас в эти дни вкусил смерть за нас. Я помню свое детство, я жил в Тверской области, был ребенком, и однажды в Великую Пятницу вечером проходил мимо храма и видел очередь людей, которая выходила за пределы храма, на улицу тянулась. А это были еще советские времена, я очень удивился. И когда я пришел домой, бабушке спрашиваю, бабушка, а что там такое в церкви, почему такая большая очередь людей стоит туда? Она говорит, вот вынесли сегодня Святую Плащаницу, и вот все люди идут для того, чтобы поклониться Святой Плащанице. Не все наши современники об этом знают, и поэтому, как бы так сказать, многие остаются в этот день дома, а некоторые в Великую Субботу, даже принося куличики в храм для освящения, куличи освящают, но не хватает им знаний и опыта зайти в храм для того, чтобы поклониться Святой Плащанице. Обязательно нужно это сделать. И этим мы не только честь Господу воздаем и ответной любовью на Его любовь воздаем, но мы обогащаем свою собственную жизнь, открываем двери нашего сердца Христу и Его славному воскресению, которое может озарить и нашу с вами жизнь. Спасибо, Владыка. Остались еще блиц-вопросы. Владыка, как только я пытаюсь долготерпеть и смиряться, люди вокруг меня словно сговариваются, начинают совершать такие поступки, что срываешься. Наконец, я честно себе признался, что не могу этому противостоять. Что делать? Потому что нужно это делать не ради внешнего и не ради людей, которые нас окружают, а для устроения, доброго устроения своей собственной духовной жизни и своей души. Вот если мы не будем обращать внимание на недостатки ближних, а будем обращать внимание, акцентировать внимание на самих себя и на своих проблемах, тогда будем решать свои проблемы. Если нам свойственна какая-то раздражительность, какое-то злопамятство, злопамятство, надо с этим бороться. А не то, что вокруг нас мы вдруг увидели, что умножается зло, умножаются какие-то нехорошие поступки. Если мы все-таки разглядываем нехорошие поступки в окружающих нас людях, значит, мы еще не достигли того смирения, о котором этот человек говорит. Никакого смирения нет. Смиренный человек, человек, у которого болит зуб, будет ли он заботиться о своем соседе, у которого что-то подергивается рука или нога или какая-то другая болезнь, ему дело до своего зуба. А вот вылечишь свой зуб, тогда можно уже и о соседе позаботиться. Если мы, имея больной зуб, все-таки видим, ах, вокруг нас тут люди неправильно воспринимают наше смирение, значит, это не смирение, а смиренничество. В правильное устроение свою жизнь приводить, тогда все будет нормально. Владыка, есть ли Господь милостив, почему широк путь, ведущий в погибель? Ну, ведь путь есть широкий, есть узкий, вот, и от Господа любвеобильного зависит, по какому пути мы идем. Любвеобилие и милосердие Бога заключается в том, что Он нас предупредил. Он перед входом в болотистую местность поставил указатель. Так, осторожно, трясина, один указатель, и второе, хорошая дорожка, по которой безопасно вы можете дойти. Это милосердие Бога. А уже по какой дороге мы пойдем, Господь нас сильно не гонит. Мы не скотина, вот, а Господь не пастух, который кнутом, вот, загоняет кого-то, хочешь, не хочешь, я вот тебя спасу. Нет, Он милостивый, любвеобильный отец, который призывает, он указывает. Да, комфортнее, так сказать, ехать в каком-то в люксовом вагоне, чем в каком-то плацкартном вагоне, сопряженном с трудностями. Но Господь говорит, что в Царство Небесное ведет вот дорожка тиранисты. И путь узкий, где нужно протискиваться. Чтобы пройти через этот узкий путь, иногда надо избавиться от какого-то лишнего багажа. Как вот сейчас в аэропорт мы приходим, хочешь с собой в салон самолета пронести свои вещи, помести вот в такую емкость стандарт, некий стандартизатор. Вот. Твой багаж, значит, можно его взять с собой в салон. А если он выходит за пределы вот этого багажа, уже нельзя. Так и в жизнь вечную. Узкие врата, если мы обременены какими-то слишком суетными попечениями мирскими, житейскими, то нужно это все отсеять, все это убрать. Вот. И с собой взять в вечность только то, что для вечности нам потребно бывает. Поэтому, да, путь этот тернист, он суров, он узок. Но Господь говорит, что это путь жизни. И Господь нас призывает, говоря, избери жизнь, чтобы был жив ты и потомство твое. Это милосердие Бога. На мой взгляд, вот еще один очень интересный вопрос. Владыка, то, что Понтий Пилат сказал, что не видит в Иисусе никакой вины и умыл руки, значит ли это, что он действительно не виноват? Ведь если бы он отпустил Спасителя, количество жертв могло быть огромным из-за разгневной толпы? Во-первых, Пилат, как сказано в одном из церковных песнопений, церковных молитвословий, «Рутся свои умы, сердце же осквернен, поступил против совести». Он был представителем власти. И он своими устами засвидетельствовал невиновность человека. Но не готов был эту невиновность отстаивать, и поэтому под натиском толпы, оголтелой толпы, дал слабину, пошел на поводу и осудил неповинного человека на смерть. Да, Господь сам пришел на эту смерть, но здесь ведь Господь не делает Пилата каким-то безвольным орудием своего осуждения. Пилат сам становится по своей греховности выполнителем вот этой злой воли народной толпы. Поэтому у него была вся власть, и он имел властные полномочия для того, чтобы вынести справедливый приговор, и что мы говорим о какой-то разъяренной толпы, уж кому-кому, как не римлянам, иметь опыт, так сказать, усмирения таких толп, сколько было в Римской империи бунтов, восстаний, попыток какого-то мятежа, и римляне всегда умели справляться с такими вот мятежниками. Буквально за несколько дней до Страстной недели, как мы знаем из Евангелия, был такой мятеж в Иерусалиме, в этом мятеже известный варавы принял участие, и там произошло убийство. Тем не менее, римляне нашли способ усмирить толпу заговорщиков, посадить в темницу и так далее. Поэтому здесь важна позиция каждого человека. Иуда он предает Христа, но не потому, что ему это было предопределено, а потому, что его внутреннее гнильца, гнильца его сердца, оно и сделало его таким предателем. Пилат он по-своему здесь занимает. Но ведь мы часто смотрим, правильно ли поступил Понтий Пилат, а вот хорошо ли поступил Иуда. А вот как мы оценим поступок апостола Петра, который проявил малодушие, и вроде бы так явно ты не отрекался, но когда у него спрашивали, ты ли среди учеников был Иисуса, он сказал, не, я не имею никакого отношения. Мы часто оцениваем их, но не оцениваем самих себя. Поэтому, а как часто мы умываем руки тогда, когда нужно высказать четко свою позицию и отстоять какую-то правду, выступить за какое-то справедливое решение. Мы этого иногда не делаем. Поэтому, вот чем мы лучше Пилата иногда. сколько раз мы тоже проявляем малодушие, от чего-то стараемся, если не отречься, как Иуда, предав какие-то высокие духовно-нравственные духовные идеалы, то иногда, как Петр смиренно считаем, что лучше промолчать в данном случае. Да, в душе-то мы где-то признаем, что вроде бы справедливо так и так. Но поскольку толпа народная или народное мнение, общественное мнение в данном случае настроено не так, как вот согласно с нашим внутренним устроением, лучше мы промолчаем, так сказать, останемся при своем, но не будем об этом заявлять. И чем мы тогда отличаемся от этого же апостола Петра? Поэтому мы должны, анализируя уроки евангельской истории, оценку давать не тем историческим персонажам, которые там, а проецировать это на нашу жизнь и на самих себя. И тут очень много можно хороших и полезных для себя сделать выводов и скорректировать наши поступки, нашу жизнь, как нам поступать в той или другой ситуации. Спасибо, Владыка. Я напоминаю нашим телезрителям, что наш электронный адрес православия 70 собака mail.ru. Либо присылайте свои вопросы, можете также предложить тему нашей программы. Владыка, я благодарю вас за очень интересные ответы и содержательную беседу. Спасибо. Вас также благодарю, Виталий, за эту беседу. Всех наших телезрителей поздравляю с этими святыми, великими последними днями Страстной Седмицы с наступающим праздником Светлого Христового Воскресения. Пусть этот Свет Воскресения Христово найдет место и в жизни каждого из вас. Озаряй ваш жизненный путь. Да благословит нас Господь. Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.